Каждый год 2 августа в России отмечается славная дата – День воздушно-десантных войск. История ВДВ началась 2 августа 1930 года. Тогда на учениях под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые десантировалось на парашютах подразделение в составе 12 человек. Сегодня крылатая пехота – это символ престижа военной службы, а заслуги бойцов в решении задач по обеспечению безопасности государства трудно переоценить. Уже много лет у воздушно-десантных войск России есть два главных девиза. Никто кроме нас и там, где мы, там победа. У этого рода войск есть свой небесный покровитель, святой Илья. Сегодня в состав ВДВ России входят 4 дивизии, а также 4 отдельные бригады и один полк. Десантники стали первыми, кто перешел на контрактный способ комплектования. В ВДВ сформированы три боевых подразделения – горное, десантно-штурмовое и воздушно-десантное. В каждом из них обязательно присутствуют отряды беспилотных летательных аппаратов. Десантные войска всегда там, где нужны высокая боевая выучка и отличная физическая подготовка. Голубые береты на передовом рубеже. В мирное время ВДВ выполняют основные задачи по поддержанию боевой готовности. Воины-десантники вызывают уважение и восхищение как у ветеранов, так и у юношей, готовящихся к службе в армии. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин